Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова, и я сразу хочу предупредить. Это я украла весь секс из Советского Союза. Это я в первый раз рассмешила Джокера. Это я накормила землей Гончаренко. Ну что, познакомились? На прошлой неделе вышел Терминатор 6, а в России вышел Робот Глеб. Воду в кулуарах форума для участников развозил Робот Глеб. Действовал настойчиво, но вежливо. Что то хуйня, что это хуйня? Давайте от новостей робототехники к новостям спорта. Футбольный матч «Шахтер-Динамо» в Харькове. Ознаменовался российским скандалом. Этот неоднозначный инцидент вызвал резонанс в украинском обществе. И, естественно, не остался незамеченным, сами догадайтесь, кем. Как вы думаете, какое решение принял украинский судья в этой очевиднейшей ситуации? Совершенно верно вы думаете, он показал униженному украинцами бразильцу красную карточку за неспортивное поведение. Еще раз, украинский судья показал красную карточку именно бразильцу. Про поведение фанатов не сказано ни слова, и такое поведение на Украине стало, к сожалению, жуткой нормой. Вы намекаете, что украинский судья тоже фашист? Да еще какой? Не расистов наказал, а пострадавшую сторону. Выгнал Тайсона в раздевалку. А в раздевалке та есть и душевая, а там у фашистов, сами знаете что. Хорошо, российского газа в Украине нет. Ну понятно, как еще в Украине футбол происходит. Сейчас вы видите четкий пример, как об украинцах подтасовывают факты на российском ТБ. Судья следовал нормам УЕФА о борьбе с расизмом. Сначала дал предупреждение по стадиону о недопустимости российских выкриков. Потом вообще остановил матч и увел команды в подтрибунное помещение. А Тайсона удалил за неспортивное поведение. Не потому, что того требовал его нордический характер, а исключительно по правилам футбола. И по-другому поступить он не мог. Олечка, ну я понимаю, что нам, девочкам, что апсайд, что вингер один хрен. Главное, у кого шортики посимпатичнее и мускулатура заметнее. Ну а ты, Женя, ты ж спалился. Ты ж получается не с мужиками на стадион ходишь, а с Мизулиной кувыркаться под русскими образами, да квас ковшами пить. Кого вы стоите сейчас защищаете? Я не защищаю. Где дисциплинарное наказание? Где порицание? Еще раз, хулиганы, бандиты, идиоты, а также преступники есть абсолютно в любой даже самой цивилизованной стране. Но, как правило, любое преступление, бандитизм, что угодно, за всем этим следует наказание. У вас, я вам еще раз говорю, Этих людей потребовали не трогать в рамках того, что они воевали, они прошли Донбасс. Опять пиздеж и провокация. Скобеева говорит это на следующий день после инцидента. Вопрос с наказанием болельщиков и клуба так быстро решиться не мог. Спортивные суды не могут так быстро выносить решения, как российские. А общественное порицание произошло через секунду после окончания матча. Официально от Динамо Киев, Ассоциации Украинского Футбола и Премьер Лиги. Но это же не очень интересно звучит. Ага. Гораздо лучше звучит. Сведомый судья выгнал с поля чернокожего футболиста. За то, что тот обиделся на оскорбление от титульной нации. Вот интересно, сколько еще после этого сюжета на Донбасс приедет так называемых футболистов, гандболистов и пионер-больщиков. И укропы, и негры, и французы, и биатлонисты. Господь посылает всех культах туда. С позывным штанга и гетро. Можете целую дивизию мертвый мяч организовать. Пока Усик и Ломаченко готовятся к предстоящим боям, пока Сталлоне дописывает глицериновой кровью сценарий «Роки-7», в Украине вышел боевик, затаившийся в вип-терминале «Герус», «Крадущийся петух». Ты брехал перед выборами. Ты запустил российскую электронику. Руки, руки, руки. Я вас... Ты запустил сюда российскую электронику. Олег Клысачук. Острый как вилы, тупой как держак от вил. В общем, живой ходячий герб радикальной партии Украины. Что ты делаешь? Ты за какие гроши тут? За какие гроши такие. За народжи? Не пальцем на текан. Ты за народжи? Ты что? Что ты пальцем на текан? Ты что? Что ты пальцем на текан? Я говорю, ты за какие гроши? Находишься. Ты за какие гроши находишься? Что ты пальцем на текан? Я пытаюсь, за какие гроши ты за? За свои гроши находишься. Не за свои. Пальцем на текан? Не за свои. Пальцем на текан? Не за свои. Слушай, ты спортом, когда займаешься? Ты когда спортом занимался, спросил атлет в белом свитере, который скрывает атлетически отъетые бока Не, ну а вообще правильно спросил, сразу видно, опытный боец Ну, так всегда в драке и делают, а ты когда спортом занимался? Час назад? О, с этим нужно быть поосторожнее, меняю тактику Главное не попадать в подмыхи, вдруг он не ходил в душ А если ты когда занимался спортом, а он никогда, ну тогда все, попал Можно отпускать охранника Я говорю, за какие гроши ты тут находишься? За свои гроши Не броши, за народник, за народник Руки забыли Ты же не... Ты когда стране распортом занимаешься, ты... Я питаю, ты за какие гроши тут находишься? Олег, подожди, так на какой вопрос ему отвечать? Ты занимался спортом или на какие гроши тут? Ну и вообще, Олег, чё это за стиль боя такой? Я тоже хочу научиться терминальному смертельному Где гроши? Ты когда спортом занимался? Где гроши? Ты когда спортом занимался? Где гроши? Ты когда спортом занимался? У тебя канарейка есть? Самочка нужна Вам шпиц не надо? Галантный! Ты шашлыки как маринуешь? В уксусе или в луке? Живопись уважаешь? Ты больше маринист или кубист? Пойдешь со мной на Успенскую? Или жену брать? Где гроши? Но тактика вообще хорошая Заставляешь человека отвечать на вопросы И он не успевает отвечать на удары Ты говоришь, ты крутой, да? По-твоему, это удар? Вот это удар Одна проблема Ударов нет Ты слуга народа на выбор шо обещал? Ваше гроши? Иди до народу А не ховайся по зону Все Иди до народу До народу Два не в чинит Понял А не за народные гроши тут ездишь Понял Я ферист Понял Российскую энергетику пустил? Руки за нами? Слушай, я зараз так пустил, что ты в патрус Я сказал Энергетик Герус Герус Хрен попадешь Где и с кем хочешь А где-то тихо грустит один кот Борис С кем хочешь С кем хочешь Я с ними ходу Где за народные гроши тут Ты брехал перед выборами Ты запустил российскую электронную Руки Ох, Олешка Ванька, встанька Да вы что Какая русская энергетика Нельзя ее сюда пускать Нам свою энергетику девать некуда Целые терминалы для ее хранения построили Ну посмотрите, сколько энергии Давайте мы ее россиянам продадим Потому что одни Лешко с Герусом Вырабатывают как целый Днепрогресс Людей тысячи без работы оставят Да они сейчас на атомы как начнут делиться И как ебанет Вы себе представляете взрыв Лешко? Да в Кремле стекла повылетают Землю три раза обойдет ударная волна из вышиванок Под песню «А я сяду в кабриолет» Образуется вот такая черная дыра Которая все в себя и всосет А сосать она умеет Я так люблю Когда большой Когда большой И кто ты Так, стоп Что без этих Я без намека Я про парламентские выборы Если мы будем купить россиян Ты будешь сидеть в тюрьме Ты чмошек понявши Мы будем куплять в украинских воробниках Россиян куплять не будем Ты будешь сидеть в тюрьме За то, что мы купим россиян Российскую Будет нижче, выше ринок Будет решено О, вот на этой прекрасной ноте Кино переходит из спортивной драмы Фантастический триллер А сейчас мое любимое Вот знаете, есть категория людей Которые надевают противогаз Вставляют шланг в попку И ласкают себя Обычно они прячутся в шкафу Там их и находят Но есть еще более изощренные Они надевают на голову русский мир Вставляют в попу мандат оппозиционной платформы И едут дрочить в студию 60 минут Ну что ж, встречайте Андрей Лесик К сожалению К людям, которые, например, высказывали позицию Я сам сидел в СИЗО 76 дней Я 9 месяцев был под крулослушным домашним арестом Но я за пост в фейсбуке, которого не было и нет Пострадал человек за свою позицию Буквально за слово пострадал И попал под карательный каток фашистской хунты Справка Андрей Лесик был депутатом Харьковского горсовета С 2010 по 2015 год 17 мая 2016 года Депутаты Харьковского горсовета Лишили Лесика депутатского мандата А 15 декабря 2017 года Лесик был задержан сотрудниками СБУ и полиции На территории Луганской области Будучи депутатом Харьковского горсовета Лесик призывал к изменению границ государства А также, в частности, в Одессе К блокированию транспортных развязок С целью препятствования при движении по городу Военных и полиции И к проведению незаконного референдума В марте 2018 года Ему объявили о подозрении в совершении преступлений По части 2 статьи 342 И части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины Сопротивление сотрудникам правоохранительного органа И причинение им легких телесных повреждений Нехороший человек Редиска Уважаемые знатоки Внимание, вопрос Сколько бы получил неуважаемый Лесик В стране свободы и демократии В Российской Федерации За призывы свержения государственного строя Непризнание границ Попытку проведения референдума Об отделении Красноярского края В пользу Великой Монголии И за нанесение травмы правоохранителям Варианты ответов А. 76 дней в СИЗО Б. 9 месяцев домашнего ареста В. Поцелуй от Путина Г. 76 гектаров леса И 9 месяцев беременности от сокамерника Но вот честно Он жалуется об ужасах хунты На телевидении страны В которой даже пукнуть возле мента нельзя А за непризнание границ Столицу региона Накрывают ковровыми бомбардировками На Новый год Вот законы в Украине Ну с ума сойти 76 суток Но это разве ужасы? Вот далее Он начал вещать Об реальном украинском аде 9 мая Одел Георгийскую ленту И шел в колонне с ветеранами Это 9 мая 2016 года В статусе депутата городского совета Возглавил колонну с ветеранами Не позволял радикалам По сути говоря взял удар на себя Но реакция властей Которые в тот момент Харьковских подыгрывали Петру Порошенко Была вот такая какая была Лишили мандата Но я не сдался Продолжил борьбу в суде Восстановился в своих полномочиях Ты хоть сам себя Долбоеб слышишь? Что ты несешь? Тебя преследовала Фашистская государственная машина Которую ты хотел Свергнуть А ты Отстоял свое право в суде В суде Блять Да здравствует наш суд Самый гуманный суд в мире В стране с диктатурой в суде Да это самый проукраинский сюжет За 6 лет на российском телевидении А теперь Моя новая постоянная рубрика Которую мне подсказал Гуд Джонни Янина звонит каждому Вы оставили Столько номеров телефонов Что я не могу оставить их Без внимания Теперь каждую неделю Я буду выбирать Случайного счастливчика И болтать с ним Сегодня мы позвоним Тиму Вайту И проверим Слова Джигита Твердые, как крепость Тмокви Или слабые Как Аджика Торчин Вечер в хату Дитя гор Приветствует Янина Обожаю вашу передачу А слабо Два раза мне В Грузию позвонить В любое время суток На связи Слава Богу Уже в разводе Такие три Смайлика Ну и дальше Номер телефона И на концерт Как За солью Спущусь Пешком Привет из Тбилиси Слава Украине Звоню Такие прям Эмоциональные гудки Потому что из Грузии Поздновато Наверное На данный момент Абонент не может Принятый ваш звонок Надеслите смс Поведомление Обозвать алфанаты Будь ласка Пизнише Для сабсклайбл Кинутро Сирио Калайдзе Момент Че, какой-то Подослал Так че, еще раз набрать Ведь Янина же Всегда звонит дважды Тим Ну че ты Ну ты че Не чувствуешь Сколько тех Километров От Украины До Грузии Вот мы и проверили Крепкость слов Джигита Ну хорошо Грузин не берет Тогда будем звонить Украинцу Даниэль Фак Но только Фак не фак В смысле Фак Хорошо объяснила А Ф Эй И такой Кью Янина Позвони мне Тебе отмороженный Попался какой-то И номер телефона Звоню Могутки такие Томные Видно сразу Что не отмороженные Алло Алло Даниэль Это Янина Янина? Да ладно Че, серьезно? Да Извините Рад, Янина Очень рад Взаимно Извините Что так поздно Звоним Просто Мы ребята Ночные Котики Очень приятно Янина Вы что Вы майку Мирча Серьезно? Не то что Какой мир Какой мир Это как бы Темкин Я бы хотел Стать Вы мой идеал Женщина А какой вы? Расскажите Какой я? Ой, я очень Необычный Вы не поверите У меня длинные волосы Я похож на Иисуса Скажем так На Иисуса? Да Так это же Это же мой Любимый типаж Да ладно Угу Ну, видимо Может быть Это судьба Посмотрим А откуда вы? Из Киева Из Киева? Видно Ничего себе Иисус из Киева А кто ваш отец? Ой, отец у меня еще больше похож на Иисуса Но он черненький А я русский Мой отец Игорь Григорьевич Работает Ну, на телевидении только водитель Ага, ясно Ну, а вы чем занимаетесь, Данилет? Ой, я как бы айтишник по специальности О, это хорошо Я люблю айтишников Чем я занимаюсь? Пока стараюсь Ну, и плюс борюсь за нашу Украину Я тоже Вот это меня очень радует Очень мало людей Вы не поверите Я каждый день в магазин выхожу И как назло Каждый раз какая-нибудь Безадость случается И приходится делать замечания И еще что-нибудь Ой, то же самое Это ужасно Просто так сложно Нужно себя держать в руках В общем, Даниэль, смотрите История такая 16-го числа Будет мой большой вечер В Октябрьском дворце Я знаю, знаю, да Придете? Обязательно Тогда мы дарим вам два билета Блин, спасибо Класс, вообще Приходите С кем придете? С папой или с девушкой? Ой, подумай Наверное, с мамой приду Наверное, приду с мамой Потому что у меня мама Это человек, который Вот изменился Мнение очень кардинально Благодаря, ну, многим Моим и усилиям И остальных И, в общем, она Тот человек, который Принес того, что Может поменяться Человек При появлении информации Понимаете, когда Есть информация Расчет она Грамотно, образована Это первое Первое, чем Занимается правительство Это делать людей Клубными Это точно Полностью с вами согласна А мама смотрит вечер? Бывает, да Ну, не так Как я, она была Ну, понятно В принципе, логично Я бы тоже не смотрела вечер С этой идиоткой Это такое Даниэль, нам было очень приятно С вами пообщаться В общем, 16-го мы вас ждем Смотрите, я когда буду смотреть В левую сторону И так подмигну То, знаете, это вам Блин, вы увидите меня Я буду прыгать Хорошо, договорились В общем, он когда будет В октябрьском дворце кричать Даниэль Знаете, я буду все видеть Ну че Оставляйте свои номера В комментариях И будьте готовы Рассказать что-то интересное Рассказывать, что вы похожи на Иисуса Уже нельзя Потому что Янина Звонит каждому И напоследок Дискуссионный вопрос Кого добавят в новый Mortal Kombat? Геруса Ляшка Или Соловьева Ответы Пишите в комментариях И если вы хотите Чтобы россиянам Зарплату выдавали Нивами Подписывайтесь На мой канал Не забывайте Помогать нам Донейтами Еженедельно Я вас об этом прошу И вы Не всегда это делаете Сейчас делаете Молодцы И уже завтра Большой вечер с Яниной В Октябрьском дворце Жду каждого Обниму случайного Приходите Вперше в Киеве Великий вечер С Яниною Соколовою 16 листопада Жовтневый палац Такого еще не было Безліч зірковых гостей Та спілкування із залом Відкривайте серця И приходьте Квитки на контрамарка Юэй Не забывайте распространять Линки с нашими видео На ваших ресурсах И непременно Заходите сюда На фейсбук И сюда В инстаграм Там очень много Нового мерча С вами была Янина Соколова Смотрите новости вдумчиво И до встречи На следующей Ните Ните Субтитры создавал DimaTorzok